I have ways of blowing things off Узри, пантеон А разве... Так, тут можно... Ой, я могу третий коктейль себе выбрать, точно, я же забыл об этом Шанс критического утара, шанс... Вот, кстати, неплохо Только при полном здоровье Только когда меньше тридцати трех процентов Вот это, кстати, наверное, неплохо Я пока возьму притягучку Выпить притягучку, что напихать в рот гвоздей Но эффект того стоит Пережившая бы сжил из мушкетона будет быстро обработана клинком Мне бы мушкетон прокачать, я бы хотел Пойдемте посмотрим, как мы можем это сделать А ты у нас испытание не хочу Испытание... Не хочу... Вот это хочу Река Лэнгстон текла бурным потоком, пока катастрофа не осушила ее до дна А может вся эта вода просто отрастила крылья и улетела Вот так красиво... Вот так красиво... Спасибо, просто подошел, просто эксперт цепали... Хорошо... Хе-хе-хе-хе Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я забыл пройти... Так хорош... так хорош берег реки киши пузырями неплохо они так стремились найти ядро что даже не замечали мальца его счастью один известный паром еще на плаву плачущая нелли покидая порт она отправляет брызг плакать домой возможно на или знает путь к ядру короче может она проскоризнят мимо этого шума на побега этим штукам вообще не вариант из дробаша дроба шутку нет охранная лодка с левого борта для ее орудий нелли просто очередной пузырь только потом пузыри замечают схема наплывет они все еще в спешены тем что произошло в петре надо ящики скорее мочить они пытаются ее отрезать они пытаются ее замедлить да ёлки хорош меня швырять по всему этому ребят фас ну плачущая нелли очень старается я ж на желаете как может и цепляется за корягу молец должен помочь ей выпутаться услуга за услугу согласен о спасибо это мне понадобится я бы еще хилочек подобрал она хотя бы выбрала хорошее место для стоянки так как ядро прямо тут серьезно так мы тут можем что-то поменять я не хочу меня дробаш там блин он мне нравится вот и самонаводящиеся самые бесячие я заберу спасибо затем малец услышал необычный звук подобные в замаху сотни крыльев нет нет луны они устремили свои взгляды на ядро но почему мальца нет времени чтобы это обдумать он находит рвущуюся в бой плачущую нелли оказывается у нее есть кое-что на случай когда на воде станет неспокойно поехали ребят я просто активировать у меня были две турели все это время и понадобится помощь с этими клевуна коварные создания думают что они короли гнезда остальные только мечтали летать в такие времена я своих не бью надеюсь снова охранные лодки с правого борта не похоже что они стреляли долго так как попали всего пару раз бузырей появилась идея повыше они пытаются разбить плачущую нелли в щепки нет чувак все это уже для бедняжки нелли нет она должна сделать последнюю остановку с последним вздохом нелли опускает мальца на твердую почву твердую почву в стране клевунов кажется катастрофа не повлияло на аппетит клевунов они очень хотят это ядро его ранили но он еще не сломлен болец отпугивает их знаешь что они вернутся добрую пару раз я случайно помер так переход куда зачем я почти понял сейчас я думал это ровная поверхность я заберу ты заберу все спасибо этим и нам дальше теперь слушай внимательно и запомни следующий что что клево на это агрессивный вид птиц зачем идти на утес процветания чтобы процветать возможно раньше так далеко забирались одни рисковые головы до полные кретины они там кстати дерутся я не против так я сюда пройти не могу город был самым красивым местом в мире мы все это знали ворота открыли вроде как но с другой стороны некоторые вечно хотят увидеть то что им не позволено елки я понял зеленая штука опасно поэтому ты идешь на утес процветания верно крякните отсюда там малец услышал то чего уже давно слышать не мог вот кнопочку о чем там поется да это та самая это птица которая стреляет я просто не понял сначала что происходит песни красивые а и да и а и а и а и а и а а а и Я слишком пренебрегаю защитой. Я слишком пренебрегаю защитой. Спасибо, хилочку. Я хочу просто насладиться музыкой. Не то, чтобы мне нечего сказать, но, блин, не знаю, такая приятная мелодия, не хочется ее перебивать. Хотя, скорее всего, это просто саундтрек этого уровня. И, да, наверное, все время молчать. Это сейчас будет не самая лучшая идея. Ну, давайте попробуем тогда. Так, ну сюда. Мне кажется, мы могли бы... Или не могли бы, не знаю. Там был такой мостик. Где-то так, кнопка там. Может, мы сюда тогда сходим? Ну, если кнопка там, значит, сюда можно пойти и чего-то здесь как-то добиться, да? Да, это просто альтернативный выход. Да! Вот так это работает. Блин, да иди нафиг. О, я его отразил неплохо. А, погодите, это... Я как-то в нужную сторону, что ли, иду, или... Там же была другая кнопка и другой проход. О, я его отразил неплохо. Окей. Или их два надо было? Я так и не понял. Меня оттуда перекинули, да? Погадайте, может, я чуть-чуть не понимаю. Так, сюда не надо, видимо, значит, сюда пойдем, чтобы открыть то, куда мне надо. Я понял. Ну, частично открывается и закрывается от водителя. Дальний бой становится прям проблемой при этом дробовике. Ну, не стоит объяснять, что произошло потом, да? Просто скажу, что малец вернулся домой не один. Ой, серьезно? И потом, как поется в одной песне... Ты никогда одна отныне не будешь. Певица. Ну, вот у нас еще... Мы разве что праздник не закатили, когда малец вернулся, правда? Зулфы не мечтал увидеть кого-то из Ура снова. Классно. Мы стали верными друзьями. Влияние катастрофы не иначе. А оно всегда так, большая беда. Обычно делают люди из-за сплочения. Но еще многое предстоит сделать. Осталось найти последнее ядро. Так, потрепанное дневник. Если бы я только знал, что половина секретов катастрофы описана в этой книге, сразу же бы начал ее переводить. Научный журнал написан на родном языке Зулфа. Он много узнал из него. Слишком много. Многие Ура и не касались цейлонских товаров. Кроме тех, кто родился и вырос в городе, как наши Зии. Уверен, мир разрушен гораздо сильнее, чем мы видим. Но наша девчушка везде замечает прекрасный пейзаж. Однажды девочка попыталась убежать из дома. Но шерифы пресекли это, не так ли? Там так много секретов, а она даже не может его прочесть. Дневник своего отца. Так, а Никонова открытие мы не сделали? Ау. Прокатиться на быке. А тут я... Да, новых улучшений нет, потому что я не ходил на испытания. А, стоп. Я же принес осколок. Малец удивился, узнав, что осталось достать только одно ядро. Я тоже в это с трудом верю. Так, и что мы тут строим? Мы тут строим на... 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 Бюродок. Бюро находок. Сюда Малец относит фрагменты старого мира, чтобы вновь сделать его целым. Ммм... Боевой мачете. Навык. О, последний сигнал. Выстрел вверх, вызывающий шквал снарядов, которые проливаются дождем вокруг. А, один тоник. Это новые навыки, типа... Ммм... Что-то острое. Что-то горелое. Тут можно... Что-то тяжелое. Для молота. Лук сплетника. Боевого мачете. Что-то горелое. Некого оружия. Я думаю, вот это. Немного фрагментов, и бастион сделает вещь, как новую. Что-то острое. Это для мачете. Это я тоже возьму. Что-то грубое. А, нет, стоп. Что-то грубое для мушкетона. Что-то мерзкое для клыкомета. Что-то грубое для мушкетона я возьму. Сикача. Их можно купить просто. Давайте попробуем качнуть. А, это мне пока что, значит, неизвестно. Я понял. Так, третье. Что я могу сделать? К шансу критического удара. Это у нас увеличивает шанс критического удара. Это атаки калечат. Раненые цели получают урон после попадания. Но это не то же самое, что и здесь. Зазубренные края. Складывается с эффектом от зазубренных краев. Я думаю, мне вот это вот нужно. Лезвие уже не сделать острее, чем сейчас. Увеличу этот же эффект. Так, от мушкетона что у нас? Плюс 50% к дальности и минус 50% к разбросу. Я думаю, это то, что нам нужно. А тут, наоборот, к разбросу. То есть, чтобы вообще... Нет, нет. Я буду кидать дальность и минус разброс. Хочешь улучшить ржавый мушкетон? Начни со ствола. Выстрелы сильнее отбрасываются или нет. Мне нужно плюс 15 к урону. Да. Шерифы научились целиком забивать эти гильзы огнем. Хотя бы по каким-то пушкам стрелять из этой штуки. Так. Какие у нас там есть еще улучшенные? Давайте глянем. Что-то мерзкое, что-то жилистое. А, лук, сплетника, кстати. Можно что-то тяжелое. Давайте я это все куплю. У меня это разница. Что-то мерзкое купим. И что-то жилистое купим. Так. Тут можно новые бурбоны покупать. Богиня боли и наслаждения. Не так. Так, 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 ладно. Это уже потом. Боли и наслаждения. Ну-ну. Во-первых. Ты, дружище. Для молота. Я что тебе брал? 50 урону. Но способность прицельный удар. Аперкот и молота отбрасывают цели. Закройте чистом тупицы, чтобы прицелиться, а затем нести удар. После более длинные рукояти обеспечивают большую подъемную силу. Вот это так. Выполнить апперкот. Не двигайтесь во время атаки. Ну, не знаю. Нет. Мне вот это больше нравится. С такой цепкой рукоятью он своего друга из рук не выпустит. Теперь. Лук, сплетника, плюс 50 к урону. Ранее целью получает урон после... Нет. Вот это вот, пожалуйста. Балец припас. Особый сюрприз в каждой из этих стрел. Мы, кстати, все деньги растренклили. Блин, на этом мне уже просто не хватит. Там нужно 450. Плюс 50 к урону увеличит скорострельность стрельбы. Количество болтов. А тут было быстрее перезарядка. Я, наверное, возьму потом еще быстрее перезарядку. Пока что можно пойти протестить наш мушкетон. И вообще посмотреть, что нам предлагают делать дальше. Мы обнаружили последнее ядро за городом. В дебрях. Так. Вот это, что ли? Лететь. Давайте посмотрим. Я боюсь, что это немножечко выйдет за наш хронометраж, но... Поехали. Неизведанные дебри. Сами по себе тебя сожрут. Место такое сырое, что даже катастрофа не смогла его прожарить. О-о-о. Мушкетон стал прям... Ти-я-майк. Я защищаюсь в еще. А зачем мне эти... А иди, что нафиг! Эта штука у меня... Птичка меня отвлекла и перетащила весь фокус на себя. Прикиньте. А что это за заразли? Почему... Дуэльные пистолеты? Знаешь, что лучше, чем иметь в бою пистолет-стрелка? Иметь их два. Малец орудует этими пушками быстрее стрелка. Что-то дикое скрывается повсюду. Я как чувствовал, что это какой-то... Клевуны забрали ядро, как будто они строят свой бастион. Продушный прием готовили в терапиях. Я вообще грабаш хотел. Не ожидаю лица так скоро. Им не стоило терять бдительность. Получить ядро — одно дело, и совсем другое — выбраться отсюда. Он расчистил себе путь наружу, но дебри не хотели отпускать его без боя. Вот. Ну, я же... Малец почувствовал, что за ним наблюдают. Нет, ну и я. Безмозглый. А безмозглый не любит двуногих животных. Блин, ну... Такое ощущение, что туда как-то можно попасть. В дебрях очень легко заблудиться. Расскажи мне об этом. Малец оглядывается в последний раз. Ведь он сюда не вернется. Я не знаю, что это за пузырьки. Я буду их лопать. Стеноцветы пережили катастрофу. И даже стали сильнее. И я попаду. Где нафиг? Вот это было улучшение для чего-то... Да ну нажал же, shift. Что происходит? Когда впереди игольники, лучше двигаться медленно. Ну, убей себя своей же колючкой. Мне кажется, тут секретов. Просто вагон и маленькая тележка. О, оружие. Все, что осталось от заставы стрелка Джоссона. Черт с ним. Я пока что... Я пока что похожу с этим пистолетом. Меня не нравится. Блин, я даже не знаю. Тут разбивается все и вся. Как посылка с пузырями оказалась так далеко? Так, что-то меня замедляет. Нет, отойди. Малец видел последних из них. Блин, а на чем-то нет. Вот эти ребята скучные противники. Надо просто сидеть, пережидать их. Никогда не поворачивайся спиной к игольнику. Что-то маслянистое. И что-то горелое. Некого оружия дуэльных пистолетов. Вот для какого же некого оружия я подобрал? Ну, купил вон ту штуку. Ребята Джоса набросили все вещи здесь. Малец взбудоражил уже половину дебрей. Кстати, по птичкам тоже бьет. Игорь. это похоже на столбы из черный камень извергнутый катастрофой он увидит еще много таких отхили заберем заберу эту штуку дебри уже заявили права на это место что-то вонючее некого оружия опять же некое оружие это интересно я так понимаю что мы сейчас заберем дикорастущие зеленые винонасы единственная здешняя радость динамасы блин уровень очень необычный 5 5 5 5 5 ему не терпится вернуться ну поехали наконец он достал последнее ядро его путешествию конец да как оказалось отнюдь куда куда мы молец понял что что-то произошло когда мы не встретили его как обычно зуху я как раз закончили скажем так ожесточенный спор зулф едва связывал слова катастрофа провалилась сказал он я это исправлю на серьезно и на этом зулф ушел оставив нас одних сколок монумента ну хорошо ребят тогда получается что продолжим с этим следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда Субтитры подогнал «Симон»